Протесты против антикоронавирусных мер, которые в выходные охватили почти весь Китай, немного стихли. Во вторник в Пекине и Шанхай относительно спокойно. Возобновили массовое тестирование. Но потому что, говорят люди на улицах столицы, можно понять, что от строгих мер устали все. «Возможно, потому что это довели до крайности. Люди недовольны. Думаю, для большинства эпидемия стала частью обычной жизни, так что было бы лучше немного открыться». В то время как другие страны учатся жить с вирусом, коммунистические власти КНР продолжают применять к нему политику «Ноль терпимости». Она включает закрытие офисов, домов и кварталов, если выявляют даже несколько случаев. Многие люди из-за этого потеряли работу или обанкротились. Недовольство нарастало постепенно, а толчком к небывалым массовым протестам послужила гибель десяти человек в пожаре, который вспыхнул в многоэтажке в отдалённом регионе Синьцзян. Считают, что люди не смогли выбраться именно из-за строгого карантина, хотя власти это и отрицают. Между тем, по всему миру проходят акции солидарности с жителями Китая. Десятки людей собрались в понедельник в Гонконге. Приносят цветы и свечи. «Я здесь, потому что не совсем согласен с политикой материкового Китая в отношении ковид». В Сиднее около двухсот человек собрались возле ратуши. Протестовали также в Лондоне, Токио и Вашингтоне. Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби поддержал китайцев. «Наше послание мирным протестующим таково – людям должны предоставить право собираться и мирно протестовать против политики или законов, или диктата, с которым они не согласны». Сделал заявление и министр иностранных дел в Великобритании. «Протесты против китайских властей случаются редко, и когда они случаются, я думаю, что мир должен обратить на это внимание. Так же, как и власти КНР». Китайский художник и диссидент Ай Вэй Вэй сказал, что сейчас китайцы всё больше видят разницу между условиями дома и в других странах. «Проходят чемпионат мира по футболу, поэтому китайцы перед телевизорами видят, как люди ведут себя за пределами Китая, и это вызывает у них зависть. Многие спрашивают, почему мы даже не можем выйти за дверь. Каждый день они должны проходить тесты, иногда по два раза в день. Они делают тесты на ковид для животных, рыбы, травы. Безумие». Между тем, власти КНР заявляют, что пока не собираются отказываться от строгих мер, поскольку случаев ковид становится всё больше.